Россия значительно увеличивает объемы оборонного производства, но угрозы Путина в адрес стран Балтии, Грузии и Молдовы следует воспринимать очень-очень серьезно. И также он сказал, что мы можем предстать перед опасностями в конце этого десятилетия, но к тому времени мы будем к ним готовы. Давайте это обсудим с Денисом Поповичем, военным обозревателем. Денис, здравствуйте. Денис, приветствую. Доброе утро. Денис, как вы считаете, угроза Российской Федерации в Европе? Насколько на сегодня этот вопрос является актуальным? Мы должны недвусмысленно оценивать заявление Путина, касательно Финляндии, например, где он угрожает им проблемами и говорит о развертывании войск в Ленинградском военном округе. Так вызывается Ленинградский военном округе, несмотря на то, что сам город называется Санкт-Петербург. Облочной центр, скажем так. Поэтому заявление весьма серьезное и, на мой взгляд, нужно к ним относиться соответствующим образом. Почему? Потому что пример нашей самой страны показал о том, что на самом деле Путин не остановится. Мы сейчас видим бронированную технику, в общем-то и заявление Писториаса, с которого мы начали этот разговор, вы свои подводки указали. Говорит о том, что политические тяжелезы в Европе сознают и начинают понимать о том, что Россия представляет собой угрозу. Есть ли ресурсы у России для этой угрозы? Ну, понимаете, какое дело. Собрать людей не в состоянии. Да, в достаточной мере. И попытаться навалиться на Балтию, на стороны Балтии, также не в состоянии. Сейчас мы видим о том, что, несмотря на, в общем-то, неприятные последствия нападения на Украину, которое пошло не по тому сценарию, на который рассчитывал Путин и на который рассчитывали в Кремле, они все равно вынашают экспансионистские планы. Причем они, в общем-то, как бы действуют в режиме одного дня. То есть сейчас мы нападем, а дальше мы посмотрим. То есть будем рассчитывать на то, что НАТО не впишется за страны Балтии, в частности, что Запад слаб. Попробуем как бы их подергать за усы и будем смотреть, что будет дальше. Вот, в принципе, мне кажется, вот такая вот тактика сейчас все еще актуальна. Денис, но в Европе активно говорят о том, чтобы наращивать производство, чтобы оборонка более активно работала сейчас, чтобы интенсифицировала все процессы. Означает ли это, что это некий новый этап понимания того, что сейчас Украине нужно предоставить все необходимое для того, чтобы Украина смогла защитить себя и другие европейские государства? Судя по этим заявлениям, судя по последним событиям, я надеюсь, что это так. Потому что есть двусмысленный политический сигнал. Я говорю о начале переговоров с Украиной и с Молдовой о поступлении в Евросоюз. Это говорит о том, что Европа берет на себя ответственность за будущее Украины. Мы не должны это дело переоценивать, потому что в войну идем мы и нам воевать на своих фронтах. То есть мы должны прекрасно понимать, что все равно главная и основная тяжесть боевых действий ложится на украинский народ. Но вот это вот заявление, вот эти вот решения на саммите в конце прошлой недели, они показали, что Европа готова для себя ответственность за будущее Украины и готова приехать в нашу страну в европейскую семью. Это крайне важно. Это очень важный политический сигнал, чего раньше не было. Даже когда и войны на территории Украины не было, и мы там могли стремиться в Европейский Союз, такого желания и такого движения встречи со стороны Европы не было. Достаточно единодушно, если считать в Европе. Ну, что произошло с Горбаном, мы сами этим и знаем. Плюс заявление Писториуса, которое говорит о том, что Европа готова наращивать вооружение, а это заявление европейского тяжеловеса, то есть Германия – это ведущая экономия на Европу вместе с Францией. И заявление о том, что Европа должна быть готова помочь Украине, если Соединенные Штаты отлипутся от украинского кейса, они тоже о многом говорят. То есть в Европе осознают, что США там то ли следствие избрания Дональда Трампа, то ли следствие каких-то других событий могут быть вовлечены в другие процессы, и они к этому готовятся. Денис, по поводу линии фронта, есть информация о том, что ВСУ перебрасывает подкрепление на левобережье, тогда как у россиян новые проблемы, институт изучения войны об этом говорит. И по словам так называемых военкоров, российские военные жалуются на отсутствие транспорта для эвакуации раненых. Также у Российской Федерации в районе села Крынки есть проблемы с наличием систем радиоэлектронной борьбы для защиты эвакуационных групп от украинских беспилотников. Какая сейчас ситуация на том участке фронта? Ну, ситуация на левобережье тяжелая, и здесь не нужно ничего скрывать. Почему? Потому что мы имеем дело с узкой полосой земли, которая обороняется нашими морскими пехотинцами. Глубина обороны там небольшая. И в такой ситуации... Ну, она ограничивается практически Днепром, да, то есть Серегой. И в такой ситуации противник имеет численное преимущество, активно использует корректируемые бомбы, активно пытается сбросить нас обратно в рель. Поэтому говорить о том, что там ситуация благоприятна, там тяжело. То есть там идут бои. Достаточно тяжелые бои за удержание этих плацдармов. Но то, что указывает институт решения войны, об этом давно говорят и российские военкоры, и российские военнослужащие. Да, на стороне украинской армии преимущество правого берега, героизм морских пехотинцев, которые держат там плацдарм, плюс отличная работа дронщиков и системы радиоакронной борьбы, которая позволяет нашим артиллеристам и нашим дронщикам уничтожать российские части на подходе еще к этим позициям, которые сейчас обороняются нашими морпехами. Вот такой вот баланс сил. То есть с нашей стороны точность, храбрость и классная работа дронщиков. Со стороны российской армии численные преимущества в большой авиации, использовании каратюрмых авиабомб и артиллерийского огня, то есть массированного. То есть вот в таком вот духе, пока там развиваются события. А на Авдеевском направлении как обстоят дела? Снова-ка там стабильно тяжелого Авдеевского направления. Противник пытается продвигаться с севера и с юга. Тут было бы полезно сгибнуть на карту, чтобы понять ситуацию. Его продвижение незначительно. В целом, начиная за последние два столовых месяца, когда они там начали наступать. Но проблема в том, что они пытаются перехватить огнем. И перехватили огнем единственный логистический маршрут, который соединяет Авдеевку, скажем так, с большой землей. Вот. И каждые 100 метров, которые они пытаются сжимать в лицо окружения с севера и с юга, они, в общем-то, все более негативно сказываются на логистике. И Авдеевка сейчас под угрозой окружения скрывать не стоит. Это так оно и есть. Вот то, что я говорил выше, это попытка окружения по большому радиусу. А по малому радиусу там идут бои за КХЗ. Они там пытаются рваться на территорию Авдеевского, как Сахима. И атакуют с востока, да, со стороны Авдеевской промзоны, которая по ряду неофициальных источников уже захвачена противником. Да, и сейчас уже ждут бои непосредственно в частном секторе Авдеевки. То есть ситуация в целом там достаточно тяжелая. Какая ситуация, возможно, известна сейчас на Запорожской атомной электростанции и на Запорожском направлении в частности? Ну, на ЗАЭС были последние сведения в ГУР о том, что там противник применяет репрессивные меры в отношении служащих Запорожской АЭС. В целом там ситуация вот именно в таком репрессивном плане развивается. Если мы говорим о деоккупации Запорожской АЭС, то это крайне далекая перспективность сегодняшняя, к сожалению. Хотя, на мой взгляд, безопасность атомной электростанции Запорожской может быть только военная деоккупация, то есть освобождение военным путем. На Запорожское направление враг пытается сузить наши вклинения в районе Работина. Да, причем как со стороны Работин, так и со стороны Вербовол. Идут достаточно тяжелые бои, однако пока они с переменным успехом, но и там противник наращивает давление. Понятно. Денис, спасибо вам большое за то, что присоединялись к нашему эфиру. Денис Попович, военный обозреватель. Спасибо большое. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Продолжение следует... Продолжение следует...